В ночь на 19 февраля подъезды к Киеву блокируют ГАИ. По всему городу также стоят патрули. Провластные тетушки громят и уничтожают около 30 машин скорой помощи на проспекте Правды. Автомобили доставляли в больницы раненых активистов. Хоть силовики и не наступали, все равно возникали стычки. Работали снайперы. Там занят угроза, не уронение плечевого артерии. Силовики не теряют возможности поживиться на крови. Этой же ночью милиционеры грабят музей истории Киева. Выносят картины, технику, все ценные вещи. Тогдашний президент Янукович наотрез отказывается идти на переговоры с оппозицией. Требует только убрать протестующих с улиц. Президент предложил людям разойтись по домам и прекратить демонстрации. Вот что он сказал. Никакой дискуссии не было. Президент нас не слышал. Он никого не хочет слышать и видит только один путь, чтобы протест остановился. После мятежной ночи люди разгребают завалы и укрепляют баррикады. Тем временем семь народных депутатов подписывают петицию о переходе на сторону народа. Одиннадцать парламентариев выходят из фракции партии регионов. Наиболее одиозные сторонники власти Верховной Ради убегают из Украины. Другие еще верят, что смогут усидеть на троне. Майдан будет сегодня осуществлен по-любому. Янукович в это время ищет исполнителя зачистки. Меняет руководство СБУ и армии. Начальником генштаба назначает Юрия Ильина. Он бывший командующий военно-морскими силами. Около 16 дня сайт СБУ анонсирует начало антитеррористической операции. Далее уточняет. Речь всего лишь о подготовке ее проведения. Службу безопасности покидают сотрудники внешней разведки. Сказали, не будут выполнять обязанности, пока в Киеве убивают детей и женщин. По официальным данным, за 19 февраля погибли 8 человек. Часть из них от пульс снайперов. Некоторые тела нашли в сгоревшем доме профсоюзов. Судьба около полусотни активистов неизвестна. Любовь Задорожная, Юрия Тиви.